Добрый день всем. Вообще салют. Меня зовут Диана Арбенина. Я сегодня буду отвечать на ваши вопросы. Их безумное количество, около 1500. Я буду стараться это делать быстро, для того, чтобы как можно быстрее вас обрадовать своим ответом. Приступаем. Для начала я бы хотела вас поздравить Кабаева Екатерина Васильевна, 15 лет, Москва. Для начала я бы хотела вас поздравить со вторым местом в проекте «Две звезды». Жалко, конечно, что не первая, но тут уж ничего не поделаешь. А мне не жалко, например. Я бы хотела спросить у вас про вашего партнера Евгения. Могли бы вы его кратко охарактеризовать? Очень хороший, интеллигентный питерский парень, хороший, талантливый актер и поет здорово. Вы ходили на какой-нибудь из его спектаклей? Да, я была в Питере на спектакле «Белая гвардия» по Булгакову. Это было зимой, и он там был потрясающим. Он очень, конечно, артистичен, и я вообще понимаю, почему он женщинам нравится. Дальше. Вообще, что касается вопросов, они у меня здесь есть на листе, распечатанные с компьютера, но некоторые, которые приходят новые, я буду читать вам прямо с монитора. Ну вот, например. Когда выйдет ваш следующий альбом? Точно не в этом году. Я не хочу сейчас заниматься записью альбома, но песни пишутся, и песен пишутся очень много. Так, дальше смотрим. Какое будущее вашего талантливого дуэта? Вообще, кстати, мне очень нравится, что вы оценили вот этот творческий эксперимент наш с Евгением Дятловым, и хотите продолжение, скажем, продолжение того, что было. Мне было очень любопытно. Если мы действительно придем к тому, чтобы еще что-то вместе спеть, ну, это будет здорово. Вот, с моей точки зрения, это будет здорово. В первом варианте песни пишут нам из Германии Кифер Светлана Викторовна, 51 год, Германия. В первом варианте песни «Я люблю тебя до слез» вы были с Женей такими жизнерадостными и счастливыми. Ты была очень лукавой, трогательно нежной. А во втором варианте чувствовалась грусть. В чем причина? Причина, вероятно, в том, что проект заканчивался, он мне очень понравился, он был тяжелый, но невероятно интересный. И, может быть, вот это толик грусти присутствовало, но все же рано или поздно заканчивается. Так, вот еще хороший вопрос. Романова Екатерина Анатольевна, 30 лет, Питер. Чем мог пленить такую интеллигентную, изысканную творческую единицу? Единица – это я. Подобный проект. Не кажется ли вам, что принцип «все по чесноку» остался жить в питерском прошлом на улице Ковалергарская? Нет, не остался, я так не думаю. Почему так жестоко поступаете с собой и с нами? Это очень странный вопрос, на самом деле, но я не могла его не зачитать. Если честно, я даже с сути его не понимаю, потому что время идет, мы, разумеется, меняемся, но честность, например, в моей крови, она именно в моей крови. Поэтому я совершенно адекватна к тому, что я делаю, и если я за что-то берусь, я делаю это хорошо. В данном случае я имею в виду, конечно же, проект «Две звезды». Что вас больше всего затронуло в проекте «Две звезды»? Спасибо за все. Спасибо вам. Спасибо вам. Конечно же, отношения Аллы Борисовны и то, что она нас так оценила, и вот эти «Две звезды», которые она подарила, свои личные «Две звезды», они, ну, это самое главное, по большому счету. Самое главное признание первой певицы на нашей эстраде, в нашей стране. Ну, это было хорошо. Так, смотрим дальше. Дальше, дальше, смотрим здесь. Диана, вы когда-нибудь... Хороший вопрос. Диана, вы когда-нибудь влюблялись в школьные годы в своих учителей? Не, не было. У нас был неплохой учитель физкультуры, правда. Но мне очень не нравилось прыгать через козла, поэтому как-то так не сложилось. Так, смотрим дальше. Так. Ладно, посмотрим здесь теперь. Сейчас, в момент. Вопросов просто очень много, я пытаюсь... Вот, поздравляют нас с победой в проекте, большое вам спасибо. Мне приятно. Диана Сергеевна, я хочу задать вам вопрос, волнующий, наверное, многих поклонников. Будет ли проводиться концерт, посвященный 15-летию группы? И где он будет проходить? В Питере или все-таки в столице? Ну, Питер это тоже, между прочим, столица, если уж на то пошло. Непонятно еще, кто главнее, Питер или Москва. Что касается концерта, то я над этим думаю. Это очень тяжело прийти к тому, что было в 93-м году, выйти на сцену вместе со Светой Сургановой, я имею в виду. Но у нас проходят некие переговоры на эту тему. Еще непонятно, с чем это закончится. Ну, хорошо, хоть живы. Как можно так искренне показать чувства на сцене, спрашивает старовой Людмила Александровна, 36 лет, из города Киева. Мне кажется, ничего подобного я раньше не видела. Огромное спасибо за вопрос. Ну, а как можно неискренне петь и как можно выходить на сцену, если ты нарцисс? Вот знаете, вот сцена, она не приемлет действительно самовлюбленных людей. И именно, мне кажется, трудней. На сцене нужно и жить, и нужно разрешить себе умирать. Что касается меня, то я по-другому, в общем, как-то и не понимаю, как можно. Так, так, так. При 15 лет я ответила. Не хотите ли вы сделать, не хотите сделать песнями некоторые стихи поклонников на форуме в разделе творчества? Порой встречаются очень интересные вещи. Пока нет, пока не могу этим я заняться, потому что очень много пишу сама. А что касается вас, то присылайте стихи. Будем читать. Спасибо за февральский концерт в Хабаровске. Ну, хорошо. Планируете ли вы тур по регионам, приуроченный к 15-летию? Да, я очень хочу поехать в акустический тур и надеюсь, что мы этим займемся в этом году. Ну, то есть, чтобы не откладывать на следующий год, может быть, попадем в сентябре. Пока же у нас будет большая программа в Москве. 7-го, если не ошибаюсь, 7-го июня дня в Амхате. Приходите. Я как раз вернусь в Россию, уезжаю сейчас на месяц, чтобы как-то отдохнуть и понять, что вообще происходит, собраться с мыслями. И 7-го июня вернусь, и мы сыграем большую программу акустическую. И после этого, может быть, стартанем по стране с ней. Так, Диана Сергеевна, никогда не называла и не смогу назвать вас певицей, слишком тесно вам в этом слове. Сейчас, секундочку. Значит, какой вопрос? А вам какое из представлений окажется наиболее близким? Творящие мир или просто Диана Арбейнина? Ну, на самом деле, вот что я хочу. Я просто человек, который занимается тем, что любит делать. И мне очень в этом везет пока. Там кто-то мне ответил, что ли? Мне пока в этом везет, и поэтому заниматься именно этим я и собираюсь. Ну, сколько Бог даст времени, так и будет. Так, милая Диана, восхищена вашим творчеством. Как можно с вами пообщаться? Есть ли у вас адрес электронной почты или просто адрес, куда можно? Адрес электронной почты... А я забыла, какой у меня адрес. На самом деле, пишите на сайт, и мне передадут ваши письма. Либо... Ну, на сайт. Лучше всего на сайт. Так, дальше смотрим. Будете ли вы выступать на нашествии 2008? Я думаю, да. Я думаю, что это будет 5 июля. Мне так кажется. Но, во всяком случае, ничего. Ничего против не имею. К тому же, нашествия в прошлом году не было. Почему бы не принять участие в этом? Расскажите, пожалуйста, кому посвящена антипесня Ольга? Чем можно завоевать твою дружбу? Возьми меня на работу. Стоп-стоп. Кому посвящена... Посвящена стихотворение Ольга? Это Ольга Гусева, это мой друг, ушедший из жизни. Ну, в общем, вот так. Дальше. Очень понравился ваш аудиодиск к вашей книге. Слушается на одном дыхании. Очень тяжелая эта пластинка. Я пару раз после того, как мы ее записали, ее послушала. Но она совершенно отличается, конечно, от песен. И безумно тяжело было читать свои стихи. Ну, мне как-то так было... Ну, странное, в общем, состояние. Когда есть время, какое блюдо вы любите готовить? Времени нет. Планируется ли в этом году ваш концерт в Петербурге? В Питере мы будем играть обычные наши рождественские концерты. Я думаю, это будет 8 июля. Ну, то есть в день рождения. Ваши любимые места в Петербурге? Ну, я люблю мосты и воду, и крыши. Дальше. Дальше, 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 дальше. Давайте здесь посмотрим. Уберем. Какую песню из всех исполнявшихся вами, Женей, на проекте ты считаешь самой удавшейся? Да, они были не похожи. Я не хочу их вообще сравнивать. Но вот как, например, можно сравнить лирическую песню Владимира Семеновича Высоцкого с песней «Трубодурочка»? Вы же не будете этого делать. Мы хотели сделать так, чтобы вам было интересно смотреть наши номера, не постоянно петь одну и ту же долгую песню, а пытаться экспериментировать. И, в общем, я думаю, что нам кое-что удалось. Кое-что удалось. Так, дальше. Вы, будучи с концертом в нашем городе, Кривой Рог. А, отличный город, кстати. Вообще Украина хорошая страна. Сливы, знаете, цветут. Ну, ладно. Оставили самые теплые чувства в сердцах простых жителей. Особенно поразило уважение и внимание ко всем, кто пусть и не вовремя прорывался к сцене. Удивило умение петь на украинском языке. Слушайте, я знаю только одну песню на украинском языке. Это песня Вячеслава... Святослава, Вокурчука. Я как бы колысь сказал от имени. И все. Больше, на самом деле... Ну, очень распевный, конечно, язык. А вопрос по случаю такой. Почему такие сложные отношения с родиной? Имеется в виду, я так понимаю, Белоруссия. Я потому что там родилась. И земляничная пик тоски. Ну, вот есть такая песня у меня, земляничная. С родиной отношения действительно сложные. Потому что мне... Я с большой тревогой наблюдаю за некоторыми... Некоторыми реалиями белорусской жизни. И я не могу сказать, что мне все нравится. Но что касается концертов, то это один из самых теплых приемов. И мне очень приятно петь на своей родной земле. Земле. Так. Фамилия, имя, отчество, одно слово Ксения, да? Обижается ли когда-нибудь Диана на своих зайцев? Может ли их высказывание поведения сделать больно? Да. На самом деле, что касается обид, на обиженных воду возят. Мне не нравится хамство и отсутствие, скажем, отсутствие нормальных, хороших отношений и поведения друг к другу. Вот. Когда переступается вот этот барьер, я начинаю закрываться, и мне это не нравится абсолютно. Дин, можно личный вопрос. Из-за чего ты в последний раз плакала? Я растрогалась в последний раз два дня назад, сейчас скажу. Это было на одном из концертов на Украине, в Донецке. Это было. Когда я исполняла песню «Нежность» Александра Пахмутова и Николая Добронравова. Она у нас всегда в программе. Хотя вот вроде бы мы играем рок-н-ролл, а это такая совершенно песня из другого жанра. Вообще жанров не существует, кстати. Диана, внешний вид твоего телефона. Вот. Ещё пока живой. Постоянно я их теряю. Так. Был, есть ли какой-нибудь поэт-писатель, на творчество которого вы ориентировались, начиная писать сами? Нет, такого какого-то конкретного человека не было. Просто мне нравилось читать вообще. И, вероятно, из того, что было мной прочитано, родилось то, что я пишу сама. Или у вас изначально наметилась своя собственная линия? Настольной книги у меня нет, потому что я даже не понимаю. Человек читает, должен прочитать, наверное, не одну книгу в жизни. Это во-первых. А что касается собственной линии, то, не знаю, вот я писала и писала, и не думала о том, как это нужно делать вообще. Диана, твоё творчество без воска, в кавычках, спасибо тебе за это. А вопроса два. Первый. Может ли быть что-нибудь страшнее предательства? Ну, мне кажется, самое страшное вообще в жизни – это смерть. И то, что невозможно изменить. То, что предопределено. Ну, предательство – это тоже, конечно, такое хорошее ощущение, сильное. И второе. Есть ли человек, чьей тенью ты хотела бы быть? Нет. Я бы не хотела, чтобы у меня была тень. Она есть. Дальше. Диану Сулютую. Планируете выпустить аккорды и табулатуры к вашим песням? Табулатуры, я так понимаю, это партии, да, музыкальные. Не знаю, не знаю, не знаю. Очень ждём, так как везде разные варианты, на слух подбирать сложновато. Подбирайте на слух. Это намного лучше. И вообще мне нравится, когда поют наши песни и поют по-своему. И совершенно не ориентируются на том, как я это делаю. Какого года ваша любимая гитара Гибсон? Я не помню, какого она года, но она, это современная модель, ничего не такого, скажем так, выдающегося нет, кроме того, что я её очень люблю. Его. Это он. Диана Канарский, насколько я знаю, будет на виниле. Да, он будет, он готов. Он находится в Германии. И у нас большая проблема с тем, как его переправлять в Москву. Если можете помочь, помогите. Потому что там вес 250 килограммов, 11 ящиков. Но было бы обидно выпустить его там и не смочь его перевезти в Россию. Извините, а как его слушать, если нет проигрывателя? А вот, вот, а на диск, не знаю. На самом деле, что касается Канарского, это просто такая раритетная пластинка. Это дань памяти ночных снайперов образца 95-97 года. Поэтому дело не в том, слушать её или не слушать. К тому же я знаю прекрасно, что у многих он уже давно есть. И у нас была задача именно его выпустить как факт. И выпустить на виниле. На диске он дублироваться пока не будет. Поэтому всё, что вы видите на CD, это пиратские варианты. И, пожалуйста, не покупайте их, потому что вы нас просто обижаете этим. Диана, это очень сложно практически каждый день, два в новом городе. Публику помните или все на одно лицо? Конечно, нет. Конечно, не на одно лицо. Публика очень разная. Вот мы сейчас вернулись из тура по Украине. Действительно, мы каждый день были... Спасибо. Каждый день были в новых городах. И в некоторых вообще первый раз. Вот в Полтаве были. Я никогда там не была. Очень хороший город. Похож немножко на один из моих любимых городов в Америке. Саванна. Штат Джорджия. Я привыкла к переездам. У меня родители с самого детства постоянно возили. У меня было очень много школ. Очень много одноклассников. И поэтому мне, в общем, не привыкать. А публика, она разная. Так что мне тут принесли? Диана, когда Дятлов пел вам сиренаду, на него обрушилась загадочная соседка. Неужели вы живете в загородном коммунальном доме? Но дело в том, что это была просто идея. Ну, понятное дело, что никто на кого не обрушивался. Просто мы хотели спеть комиссанейра. Хотели спеть с какой-то историей. Ну, поэтому на него надели такой вот корсет на шею. Как будто на него кто-то упал. Почему Галкин назвал твоего отца Александром? Максим Галкин имеется в виду. Отвечаю. Потому что Максим Галкин, вероятно, не в курсе того, что у меня два отца. Один Сергей Иванович, с которым мама развелась, когда я была во втором, что ли, классе. И вот она вышла замуж за человека по имени Александр. И он там присутствовал. И Максим просто был, вероятно, не в курсе. И в курсе, мне кажется, быть, собственно, и не нужно. Это неинтересно. Так, смотрим дальше. Что у нас еще есть? Очень интересует вопрос. Почему, зачем вы якобы украли картину Аниты Цой? Более того, в открытую. Слушайте, я не знала вообще, что Анита Цой, не знаю, пишет картины. И картину Аниты Цой я не тырила, извините, конечно, за слово. Так, дальше, дальше. Дальше что-нибудь смешное. Диана, скажите, в этом году вы будете участвовать в концерте, посвященном Булату Худжаеве в Переделкине? Меня звали, туда приглашали. К сожалению, у меня не будет в России, поэтому не смогу, не смогу, не смогу. Дальше. Так, 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 так. Кто чаще выбирал репертуар, имеется в виду две звезды, вы или Евгений? Мы вместе думали о том, что будем петь. Особенно большие были проблемы с финалом, потому что нам хотелось исполнить много песен. Мы терялись в выборе таковых. Вот остановились на «Не отрекаются любя» и на песни Меладзе, Валеры. Какая там была песня-то? А, самбо белого мотылька мне подсказывают. Спасибо. Так, смотрим дальше. Не теряем темпа. Хотелось бы задать вопрос о клипе на песню «Спокойной ночи». Как я понимаю, там, годичной давности съемка. Появится ли он в ротации на музыкальных каналах? Я вообще знаю, что ночных снайперов не особо крутят и ротируют, но люди вот на концерты приходят. Вот странный, да? Странный момент. А что касается клипа «Спокойной ночи», на песню «Спокойной ночи», к большому сожалению, мы не пришли с режиссером его, в смысле этого ролика, к какому-то общему знаменателю. Мне не нравится то, что я вижу на экране, поэтому, в общем, пока не будет его. Пока и не будет. В вашем репертуаре есть очень глубокая песня «Я сижу у окна» на стихи Бродского. Можно ли ожидать новых песен? Не знаю. Я на стихи Бродского. Я не знаю, потому что я никогда ничего не планирую. Но вот я читала, увидела это стихотворение и сразу написала песню. А так, чтобы просто брать томик, знаете, глистать его и думать вообще, чтобы мне еще спеть, зачем? В одном из интервью вы говорили, что вашей маме не нравится творчество «Ночных снайперов». Изменилась ли мнение Галины Анисимовны сейчас? Мнение Галины Анисимовны очень изменилось по отношению ко мне после проекта «Две звезды». Она же даже сказала в открытую, что этот проект вернул ей ее дочь. Ну, все родители, конечно, хотят что-то другого от своих детей. Но у нас сейчас полное взаимопонимание. И, в общем, я могу только... Мама, если ты меня слышишь, у нас полное взаимопонимание. Я думаю, что это так будет долго. Но, во всяком случае, мне очень хотелось бы. Диану хочу предложить Рабиспьеру, очаровательную невесту. Рабиспьеру – это собака моя. Она тоже бело-рыжего окраса. Кроме того, она настоящий снайпер с именем Весна. И главное ее достоинство – она русская псовая борзая. Секундочку. Вы хотите скрестить Синбернара с русской борзой? Как-то это даже странно будет. Я подумаю, ладно. Пришлите телефончик. Так, Диана, скажите, пожалуйста, если бы вы сами не были участницей, за какой дуэт вы бы болели? Ой, однозначно за Харламова и Каменских. Вот мне понравились эти ребята очень. Что один, что второй. Так, дальше. Диана, исполняя на проекте песню Владимира Семеновича, вы плакали. Ну да, так случился грешок. У меня самого горло подкатил комок, давно не слышала такого исполнения. Скажите, есть ли другие песни, которые вызывают у вас такие же эмоции? Ну, есть, конечно. Мне нравится очень песня Александра Вертинского. Я не знаю, зачем кому это нужно. Нравится песня Высоцкого, опять же, «Беда». Я ее пою на концертах. Да и вообще, на самом деле, каждая песня достойна слез, мне кажется. Каждая хорошая песня достойна слез. По какому принципу вы выбирали песню? Имеется в виду две звезды. Как карта ляжет, так и выбирали. БГ ушел в туман над Янцым, Мамонов-Шевчук в православии. Что наиболее значимо для вас? Вопрос не о религии, а о стержне. О том, что не дает сломаться. Ну, вот стержень и важен, безусловно. Хорда, я так зову. Не стержень, а хорда. Тут главное ведь, какая разница, какой конфессии ты принадлежишь. Если тебе это помогает, так и слава Богу. Так, так. Дианочка, какими принципами вы руководствуетесь в жизни? Спросила Коширина Алена Васильевна, 21 год, Московская область. Но я делаю то, что мне нравится. Я не делаю того, что мне не нравится. Это, поверьте, очень много. Это то, что позволяет хорошо спать по ночам и не стыдиться, скажем, того, чем ты занимаешься. А мне кажется, что очень много людей занимаются совершенно не своим делом. В силу, может, трусости, я не знаю. Надо выбирать то, что люба, сердцу, и будет все хорошо. Так, на форуме первого пользователи очень любили перемешивать дуэты второго сезона. Очень популярным из таких был дуэт Арбенина-Харламов. Кто? Я с Харламовым, кстати, не пела. Вы что-то путаете. Как вы думаете, если бы не было вашего дуэта с Дятловым, вы могли бы сработаться с Гариком? Это я же говорю, мне Харламов нравится, да? Так, да, да, да. Дальше. Не знаю, не знаю. Сейчас что толку говорить о том, что было бы, если в это время уже не вернешь, и мы уже все сделали с Женей. Дорогая Диана, у меня такая идея. Может, в будущем вы откроете сеть магазинов одежды под брендом НС Города? Например, в Москве НС Москва, а в Питере НС Питер. Классная идея, я подумаю. Я подумаю. А было ли у вас на проекте с парой победителей Тамары Гверцетели и Дмитрием Дюжевым такое же острое противостояние, как и у поклонников одной и второй пары на форуме Первого канала? Никакого вообще противостояния не было. Я считаю, что Тамара Гверцетели получила первое место абсолютно заслуженно. Она прекрасная певица. Что касается Дюжева, то, Димочка, ты меня извини, но Дятлов лучше. Дятлов лучше однозначно. Поэтому скажи спасибо Тамаре за то, что она была у тебя в паре, твоим партнером. Как вам удается совмещать клуб писателей CDL и премию «Триумф» с Попсовым Мишолом? Ребята, какие-то странные вопросы вы задаете. Одно другому, во-первых, не противоречит в моем случае, потому что я делаю всегда то, что мне нравится, и стараюсь делать это хорошо. И зачем сравнивать, например, премию «Триумф» и, я не знаю, песню «Я люблю тебя до слез». Понимаете, зачем это? Это совершенно несравнимые вещи, мне кажется, это как-то даже наиграно. Во время участия в проекте «Две звезды» вы исполнили несколько песен, две, Константина Меладзе. Еще мне встречалась его песня «Обмани, но останься» в вашем исполнении. Это было пять песен на одном из наших каналов российских, и это был просто эксперимент. Вы как-то выделяете этого автора среди прочих пишущих для популярных исполнителей? Конечно, выделяю, он один из самых лучших. Что касается Константина Меладзе, это, мне кажется, композитор, настолько правильно чувствующий музыку, что, в общем, тут лучшего даже как-то сложно найти. В одной из программ показали Владимира Шахрина, который замечательно о вас отзывался. Я, кстати, видела. Большое спасибо, Володя, за поддержку. Я видела это интервью, и мне, конечно, очень приятно. Мне очень приятно. Часто ли вы общаетесь, и как относитесь к творчеству группы «Чаев»? «Чаев», мне кажется, очень позитивная российская группа, поэтому мы исполнили вместе с Димой Дибровым песню «Аргентина и майка 5.0». Надо вообще в Аргентину съездить. Так. Добрый день. Заходите ли вы на сайт arbenina.com и читаете ли там обсуждения ваших выступлений, концертов, песен и так далее? Я такого сайта не знаю и туда не хожу. Туда не хожу. Так, давайте здесь посмотрим, что у нас есть. Во сколько лет вы впервые взяли в руки гитару? Лет в 11, по-моему. Когда стали играть вполне профессионально? Ну, не знаю, я этому не училась, просто играл себе, играл. Так, дальше. Диана, можно ли писать стихи или прозу, являясь вполне счастливым человеком с гармонией в душе? Конечно. Разумеется. Или пишется от дисбаланса внутри и чувство глубокого понимания многих вещей и одиночества? Эх, как загнули. Что конкретно вам приносит, кроме признания слушателей, чувство удовлетворения и счастья? Свобода. Кроме свободы, мне кажется, вот свобода и любовь – это самое главное. Дальше. Появились ли в ваших галерее портреты тех, с кем вас свела судьба в проекте? В какой галерее? Я не понимаю, о какой галерее идет речь. Если говорить о том, где я живу, то там галерею открыть негде, прямо скажем. Так. Вот Запорожье спрашивает, как понравилось в нашем городе. Очень хороший город. Очень хороший. Вообще, кстати, я бы вернулась бы на Украину. На Украину. Так, ладно, давайте здесь посмотрим. Я, кстати, между прочим, стараюсь быстро отвечать на ваши вопросы. Вот опять, почему вы согласились участвовать в этом проекте? Ведь это, грубо говоря, попса. Ребята, не надо делить песни на жанры. На самом деле, мне кажется, это заблуждение. Потому что есть очень много плохих рок-н-ролльных песен. Просто выше крыши. Из ныне существующих и живущих авторов, в частности. Есть много попсовых плохих песен. И наоборот. Поэтому я, например, не делю их. Вот в данном случае я уже выросла из того состояния, когда из возраста своего брата, 22-летнего, у которого есть совершенно конкретная музыка, все остальное не существует. Если ты слушаешь другую, значит, ты там даун. Я стала более толерантной. Мне кажется, что это, в общем, правильно. Так. Так, этот вопрос уже как-то далеко не тот. Вот, благодаря за Череповецкий концерт. Хороший был концерт. Череповец я запомню надолго. Я запомню надолго. Так, давайте посмотрим, что здесь есть. Диана, недавно песня «Из-за меня», исполненная вами и группой B2, стала стаунтреком года на церемонии кинонаграды MTV. Я поздравляю группу B2, но, в общем, я по большому счету не имею ничего общего. Нравится ли вам фильм «Я остаюсь», в котором звучит эта песня? Фильм нравится. Очень хорошая роль Андрея Краско. Светлая ему память. Что касается этой награды, то и Евгению привет передают, и группе B2. Ребята, хорошо, я буду просто посланником мира. Нравится, на самом деле, мне этот фильм. Нравится песня. И просто моя заслуга тут очень скромная. Поэтому я поздравляю, ребят. Здравствуйте, Диана. Это покажется смешным, но именно благодаря вашему синбернару Робеспьеру я сдала зачет по мировой истории. Попался билет именно про Робеспьера, а так как я давно неравнодушна к вашему творчеству, я все время пыталась понять, почему вы назвали свою собаку именем этого исторического деятеля. Кстати, между прочим, вот это мне нравится. Если это помогает каким-то образом учиться, вообще учиться, и хотеть учиться, это хорошо. Смысл жизни женщины-подарить жизнь. Ваш уникальный генофонд. Когда будет иметь продолжение? Да, будет, я думаю, будет. И я уже делаю к этому какие-то... Ну, я думаю об этом уже. Диана, кого вы больше всего боитесь потерять в этой жизни? Ну, разумеется, близких. Кого? Вообще к смерти привыкнуть невозможно. Диана, на вечере, посвященном Высоцкому, вы сказали, что не любите слово гений. Почему? Ну, потому что сейчас гений, мне кажется, это человек совершенно не от мира всего, и таких просто единиц. И то, что это становится, стало таким расхожим ярлыком, вот это как раз меня и... Мне претит. Все почему-то гении сейчас просто. Как один? Скажи, пожалуйста, как ты относишься к выражению «любит не за что-то, а вопреки всему»? Ну, по-разному бывает. Вообще, любовь зла. Тут просто абсолютно невозможно выбрать. Вот не понимаешь, почему ты влюбился вот в этого человека, а не вот в этого. Вроде бы... Ну, это, мне кажется, в этом заповедность этого чувства. Какая Ваша любимая песня, которую Вы исполнили на проекте «Две звезды», я уже сказала? Вот, хороший вопрос. Диана, скажите, Вы очень эмоциональный человек. Очень. Я еще взрывная. Бьете посуду об стену? Ну, вот я бью не посуду, на самом деле, но мне это делать не слабо. Дальше, 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 дальше. По какому принципу... О! По какому принципу в дезертире сна, это наша книжка, напечатаны фото с концерта в городах России? Это просто удачные фото или чем-то выделяющиеся места, которые Вам дороги. Это просто удачные фотографии Ларисы Сергеевой, которая работала с нами в качестве... Помогала со страшной силой в качестве фотографа. И вообще, это, на мой взгляд, единственный человек, лучший человек, который когда-либо меня фотографировал. Так, и вообще, есть ли города, которые Вы ассоциируетесь с людьми? Это как? Юля, как это ассоциирует города с людьми? Нет, я ничего не поняла. Нет, ну есть, например, вот живет в городе Краснодаре мой одноклассник, который в четвертом классе знал уже весь уголовный кодекс и понимал в четвертом классе, что он будет зампрокурора. И он стал... Зовут его Громыко Сергей Валерьевич. Ну, собственно, для меня город Краснодар... Спасибо. Город Краснодар — это город именно Сергея Громыко. Так, смотрим дальше. Что принесли? Сколько Вам заплатили за эту конференцию? А что, мне заплатят за нее? Ребзя? Хороший вопрос. Я его оставлю открытым. А нужно будет лучший вопрос выбирать в конце передачи? Программы? Считай, я выбрала. Спасибо за привет в Черкассу и за медиатор. Угу. Это стало для меня неким знаком, что нужно, наконец, браться за гитару. Ну, так вперед. А ты веришь сама в знаки, приметы? Ну, если кошка пробежит там перед машиной, то я разворачиваться не буду. Как Вы относитесь к татуировкам? Есть ли у Вас на теле тату? Нет, у меня тату в душе. Часто ли Вы пользуетесь интернетом? На самом деле, очень редко я пользуюсь интернетом. На это нет времени. И возможно ли Вас... О, смешно. И возможно ли Вас обнаружить в каком-либо чате? Да, на всех порно-сайтах я там сижу. Даже не зная, что это Вы. Ребята, у меня нет времени. У меня нет ни интернета, ни времени на это. Так, 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 так. Я Ваша тезка. Когда меня крестили, батюшка сказал, мол, такого имени не существует. Действительно, в православии нет имени Дианы. Меня крестили другим. Так вот. А как была Ваша ситуация? Мое крестное имя Сашка. Так. А сложились ли у Вас какие-нибудь традиции на концертах? Что-то вроде... Что-то вроде... Что-то вроде чего? В общем, традиций на концертах у нас немного. Молитва перед выходом на сцену или, может быть, как у Би-2, первая песня повторяется в конце выступления? Или поцеловать в лысину одного из снайперов на удачу? Я не понимаю, про каких снайперов Вы говорите. У нас все какие-то все-таки с волосами-то. Во-первых... А, басист, да, у нас. Но он, между прочим, тоже обрастает потихонечку. Первую песню повторять в конце выступления мы никогда не повторяем. Как группа Би-2. Молиться, мне кажется, должен каждый как-то в одиночку, а не коллективно. Иначе это, получается, секта. Вот. Поэтому мы как-то концентрируемся перед концертом. И было время, когда я любила так подпрыгивать, боксировать, ну, чтобы как-то в тонус входить, но сейчас этого нет. Вопрос такой. Вы общались на проекте с Танечкой Булановой? Так написано. С Танечкой Булановой. Ответ такой. На проекте с Танечкой Булановой я, разумеется, общалась, потому что я общалась со всеми. И изумила она меня тем, как исполнила песню «Естердей». Так. Были у вас конфликты с коллегами в программе «Две звезды»? Не было. А вы хотите, чтобы были, да? Вы предпочитаете выплескивать эмоции или держать их в себе? Отличный вопрос, между прочим. Потому что, мне кажется, люди делятся на две категории. Один такой немецкий, сухопарный подход, когда, например, у человека, у мужчины умирает жена, и вот он, не проронив слезинки, вот ходит на работу, там, скажем, 20 лет, потом умирает от разрыва сердца, например. А второй тип людей, к которым я отношусь, это сразу, мгновенно реагировать на то, что тебя, ну, в широком смысле раздражает. Ну, на любой раздражитель реагировать мгновенно, потому что не надо бить стекла в себе, это плохо закончится. А вы будете в платьях еще когда-нибудь выступать? Вам очень идет. Большое спасибо. Конечно же, буду. Так. А кому я обещала шашлыки? Скажите вот вопрос. А будут ли когда-нибудь обещанные шашлыки? Форум, да? Да будут, конечно. Вот наступит лето, так и все. На какую песню планируется выпустить клип в ближайшее время? И планируется ли вообще? Смотрите, мы сделали следующим образом. Ну, то есть не то, чтобы сделали. Мы придумали не конкурс, а предложили вам на нашем сайте присылать работы, скажем, видеоролики по поводу 15-летия группы, истории коллектива, от 7 до 12 минут, да, чтобы они делились? Юль, да? Да, 7-12 минут. Для чего это сделано? Мне очень хочется посмотреть, как вы нас видите своими глазами. Совершенно по-разному. То есть это может быть все, что угодно. Что касается официальной версии какой-то, то ее не будет, потому что у меня нет на это времени раз. А что касается клипа, то я бы, конечно, снялась бы где-нибудь, потому что мы давно этим не занимались и хотела сделать клип на песню «Стань моей птицей», но опять же руки не доходят. Так, вот хороший вопрос. Вам нравится тот результат, который вы достигли? Если имеется в виду проект «Две звезды», то да, да, да. Дальше смотрим. Как вам живется теперь без проекта? Спрашивает Альбина, 21 год, город Казань и три восклицательных знака. Да так и живется. Это просто был эксперимент. Очень хороший, удачный эксперимент и не более того. Диана, ты успеваешь читать вопросы? Как я по-вашему отвечаю? На обум, что ли? Диана, а как вы думали, кто выйдет в финал? Я думала, выйдет Харламов в финал. Вот так вот. Так, сейчас. Вот, поздравляю с победой. Две звезды от Аллы Пугачевой, мне кажется, лучше первого места. Совершенно точно. Совершенно точно. Читаем дальше. Так, у нас осталось 20 минут, поэтому я ускоряюсь. Диана, вы сказали, что подумаете о выпуске одежды. О, видите, какая оперативность? Я вот только ответила, они же второй вопрос присылают. Какого она будет стиля? Но если вы пускаете свою линию одежды, то, разумеется, это должен быть стиль, которого я сама придерживаюсь. Ну, суд такое очень мягкое, милитари. Дальше. Милитари. Если у вас домашнее животное, есть вот такой Синбернар, 110 килограмм, слюнявый, симпатичный, очень добрый, между прочим. Диана Сергеевна, вы хотели бы снять свой собственный фильм? Я бы хотела сыграть в кино. А свой собственный фильм, я не знаю, каким образом это можно сделать. Диана, салют. Можно неожиданный вопрос? О чем ваша старая песня «Пух» и почему она забыта? Спасибо, что ты есть. Спасибо вам. Песня вы вчера вдруг заметили, была написана мной совместно с Ольгой Гусевой. И почему она забыта? Она не забыта. Просто дело в том, что песен очень много, и я просто физически не могу успеть на концертах все спеть. Диана, скажите, а что у вас происходило в баре, что там подавали? Не поверите, алкоголя там не было. Был чай, был кофе, но что происходило в баре, но на самом деле мы следили за тем, что происходит на сцене и, собственно говоря, поддерживали, так сказать, коллег. Коллег. Будете ли вы участвовать в каких-нибудь других проектах в ближайшее время? Не буду. Я не собираюсь летать под куполом цирка, там, я не знаю, или еще что-то делать, потому что у меня на это нет времени и у меня совершенно другие интересы в жизни. Я согласилась на этот проект, потому что я там занималась тем делом, которым я занимаюсь в жизни, и нет ничего противоестественного в этом. А так, чтобы вписываться, извините за слово, во все подряд и себя пиарить, мне это не надо абсолютно. У вас есть замечательный стих, тут пропущена буква, туземца. В нем вы описали близкий вам по духу народ. Совершенно верно. Причем, это случилось в Амстердаме, я помню. Да, это было в Амстердаме. Совершенно случайно, внезапно ко мне пришло это стихотворение. Добрый день. Скажите, как продвигаются ваши занятия живописью? Ну, я рисую, конечно. Почему бы не рисовать, если не умеешь? Планируете ли вы развиваться дальше как художник или оставите все на уровне хобби? Конечно, хобби, ребята, я рисовать не умею. Поэтому мне так интересно этим заниматься. Вы пьете пепси? Вопрос. Нет. Если вы имеете в виду сейчас, мне принесли кока-колу, кстати, надо пепси, а вообще мне совершенно все равно. Какие там еще вопросы у нас есть? Так. Скажите, какое время года вы предпочитаете? Почему? Мне нравится, когда зимой холодно, когда осенью листья падают, когда летом жаркое море. Ну, а что касается весны, нравится месяц март. Вообще, я не люблю два месяца в году. Это апрель, потому что люди умирают намного чаще. И ноябрь. Вот гнусный месяц ноябрь. Извините, кто родился в ноябре, я не имею в виду а что там киваешь? Я же не имею в виду людей, которые родились в это время, в этом месяце. Просто они очень такие странные. Так, 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 так. А у меня улетают вопросы. Возьму распечатку. Да? Хорошо. Кто из литературных героев вам нравится больше всего? Мюнхгаузен. Дальше. Если в планах родить свету книгу прозы. Слушайте, ну вы формулируете, а? Если в планах родить свету книгу прозы. Вообще тоже надо запомнить. Ну, я прозу пишу, да. Но так, чтобы ее подгонять под какой-то срок, я этого не делаю. Когда с гитарой по России акустика, как воздух необходима? Вот отлично, я уже отвечала на этот вопрос. Мы собираемся, собираемся, собираемся и приедем. Это абсолютно точно. Береги меня. Войдет ли в новый альбом ночных снайперов? Разумеется. Атлантида вы имеете в виду? Конечно, войдет. Так. Диана, вы будете принимать участие в просмотре, отборе видеофайлов, которые готовятся поклонниками? Разумеется. Я это уже говорила. Мне безумно интересно, что вы там придумываете. И это здорово будет. Причем я буду делать, конечно, это не одна, вместе с нашим, вместе с группой. И, в общем, все будет здорово. Интересно узнать о вашем семейном положении. Надеюсь, вы также удачливы и в личной жизни. В жизни. Ваш дуэт просто прелест. Да, наш дуэт был просто прелест. Я согласна. Я также удачлива и в личной жизни, и в неличной. В общем, все в порядке. Так. А почему именно в Рязань переехала ваша семья? Просто оттуда там родился, точнее, рос второй отец. Мой второй отец. А хватит ли вам пальцев в рук, чтобы пересчитать самых близких друзей? Хватит. Безусловно. Даже, пожалуй, на одной руке. Вам замечательно дается исполнение песен Высоцкого, Куджава, Вертинского. Нет ли намерения записать пластинку с такой программой? Хороший вопрос. Надо, кстати, не забыть поставить в планах. Диана, добрый день. Смотря проект, я сделала вывод, что вам больше идут белые цвета и строгая одежда. Как вы сами считаете? Мне очень понравилось играть в платьях. Вот что я вам могу сказать. Нет никакого противоречия между тем, что ты носишь джинсы и носишь платье. Просто я так слышала, точнее, не видела, а слышала, что некоторые очень по этому поводу переживали. Поверьте мне, не стоит это делать. Где вы будете проводить лето? Лето я буду... Я думаю, что я поеду, поиграю какие-то концерты на юг. Вот. Ну и опять же, день рождения тут не за горами. Хотя 34 цифры мне абсолютно не нравятся. Лучше либо 35, либо 33. Что сразу? 35? Значит, два года подряд 35 лет отметить. Нормально? Нормально 20 лет. Почему для оформления альбома «Канарский» были выбраны холодные цвета? А я не считаю, что море... На самом деле, не считаю, что океан, это была... Вот эта вода, которую вы там видите, мальчика, который бежит, это совершенно случайная фотография, фотография. И все это было сделано спонтанно. Как вы относитесь к передаче «Что, где, когда» не хотели бы поучаствовать, если была бы возможность? Спеть хотела бы, но сидеть за столом и отвечать на вопросы нет. Я не настолько эрудированный человек. Вопрос у меня такой. Умеете ли вы просить прощения? Умею. Умею, и с каждым годом у меня все лучше это получается. Нравится ли вам смотреть себя по телевизору, слушать свои песни? Ой, я как-то очень так смутно к этому отношусь, на самом деле. Нет, смотреть я очень переживаю всегда, и, в общем, как-то так. Диана Сергеевна, разъясните, пожалуйста, ситуацию с Канарским. Значит, последний раз отвечаю на этот вопрос. Он перезаписан или переиздан? Со Светланой Яковлевной совместные концерты будут ли? Обложка будет изменена. В общем, обложку мы уже утвердили раз. Что касается переиздания, то это просто раритетная пластинка, которую я хочу выпустить, дабы вспомнить 95-97 год. Собственно, вот и все. Совместные концерты пока находятся в стадии обсуждения. Обсуждение. Так. Скажите, Диана, вы помните все города, в которых бывали? Ну, вообще, да, у меня с памятью все нормально. И помните тот, к которому первым дослушал песню Синбернары до конца? В смысле, город? Человек? А я не помню. Первый раз я ее написала и первый раз пела, насколько я помню, в Москве. Может, я что-то путаю. Так, по поводу двух звезд вопрос. Было ли такое, чтобы вам хотелось исполнить какую-то песню, а организаторы этого не допустили? Не было. Ой, что стало со свадебным платьем? Как же ответить на этот вопрос? Вам честно или нет? Конечно, честно. Отдали обратно в свадебный салон, где брали его на прокат. Вот и все. Так, появляется ли у вас когда-нибудь жалость к себе? Вы знаете, к сожалению, нет. Я себя беречь не умею и я уже так начинаю понимать, что все-таки рано или поздно нужно начинать это делать. Твое любимое число талисман, если, конечно, есть. Так, 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 любимое число, ну, мне нравится число 11. С чем связана смена черного кольца с одного пальца на другой? Это как, как, не знаю, как бог на душу положил, так и наделал. Так, скажите, в какой стране вы еще мечтаете побывать и почему? Я очень хочу поехать через Аргентину на Южный полюс. Если мне удастся это сделать в скором времени, я просто буду счастлива. вообще мне нравится какие-то новые страны открывать и брать машину и просто прочесывать ее без всяких там туристических экзерсисов. и так, и, ну, в общем, понятно, что я хочу читать. Читали ли вы все-таки Толкина или нет? Это не Степ, мне правда интересно ваше мнение. Я начинала, честно, не покатила, тоже честно. Так. Давайте посмотреть. Смотрите, как мы оперативненько. Так. Считаете ли вы себя поэтом? Ну, не знаю, не знаю. Я пишу песни, у меня это получается это абсолютно точно. Что касается стихотворений, то, ну, так как-то покатило, и мне понравилось это делать. Сейчас как-то прекратило. В одном из интервью Васильев сказал, что писать песни сродни спать с проституткой, а поэзия это девственность и чистота. Не знаю, у меня песни, как вы к этому относитесь? Я бы не сказала, что для меня писать песни это конъюнктура, я так понимаю, что это имеется в виду. Для меня это так же честно и чисто, как писать стихи, но стихи сложнее, конечно. Что бы вы никогда не сделали на сцене? Удомного к чему. Кто был в школьные годы вашим лучшим другом, подругой? Я говорю, у меня очень было много школ, я их сменяла просто, и были какие-то одноклассники, с которыми я поддерживаю отношения, но так, чтобы кто-то был один, не могу сказать. Диана с Борей не хотела бы спеть? Очень хотела бы. Вы говорите, что любовь это жертвенность. хорошо сказала. По-моему, жертвенность сродни боголепству, потому что приносить себя в жертву можно лишь Богу. Ну, каждый по себе решает, безусловно. Мне кажется, что жалеть вообще людей, это же от слова любить, поэтому ничего в этом плохого нет. Диана, чем вы займетесь после конференции? А что? После конференции я полечу через пару часов в Казахстан играть в горах. Диана, вы самоуверены? Я не могу сказать, что я самоуверена, но я дерзновенна, мне кажется, так. Считаете, что умнее и талантливы большинства или наоборот склонны к самоедству и самокритике? Вы знаете, что я не люблю в себе это вот абсолютно такой рачи, я рак, качество мнительности, оно во мне присутствует и мне, конечно, с ним нелегко. Диана, у вас есть свой бизнес? Я пою песни, я не бизнесмен. Как у вас с иностранными языками? Английский, немецкий я учила в университете, преподаватель хорошо очень его знал, но учить не хотел. Ну, французский. Почему вы постоянно в солнечных очках? Это не солнечные очки, максимально светлые, между прочим. Ага, вот. Насколько я знаю, по гороскопу в Ирак, вот именно, а этот знак не терпит критику. А я, кстати, так ничего не думаю. На самом деле, мне интересно, что люди пишут, как они относятся к тому, чем мы занимаемся. Другое дело, что я все равно буду делать так, как я захочу. Вот. Но мне очень приятно не безразличие и вот внимания людей и, собственно говоря, их мнение по тому или другому поводу. Ну, по поводу песен и так далее, и так далее. Диана, возьмите меня к себе на работу Ольга Днепропетровская, бухгалтер. В смысле, бухгалтером? Ну, у нас вообще как-то, мне кажется, пока... Ну, пишите на сайт, пишите на сайт. Диана, вы комфортно бы чувствовали себя на необитаемом острове, где только гитары и вы. И надо прожить около трех месяцев. Ой, знаете, не три, вот тридцать, это само то. Потому что я так устала от количества людей вокруг, что, в общем, и невозможности, физической невозможности побыть совершенно в полнейшем одиночестве, что это, конечно, просто за... Ну, это роскошь. На презентации дезертира вы сказали, что не успели доработать черновики и многое не вошло. Когда ждать? Ну, когда дойдут руки до этого? Сурганова как-то сказала, что вам может простить все. Большое спасибо. А вы? Вопрос. А вы ради Бога. Диана, а как появился лесопюс? Он что-то символизирует и жив ли он еще? Он... Да, это было совершенно... Вообще, это была не моя идея, человека, которого я очень любила и люблю до сих пор. Ну, лесопюс как лесопюс. Жив, конечно. Все нормально, все живы. Дианочка, часто ли у вас можно застать прогуливающийся по Питеру в компании друзей? В компании друзей нет, а прогуляющий по Питеру пешком достаточно часто, когда я приезжаю, я обязательно хожу по мостам, я очень тоскую по этому городу, потому что... Диана Сергеевна, почему вы так мало исполняете на своих концертах песни раннего снайперского творчества? Ну, во-первых, я стараюсь играть совершенно разные песни совершенно разных периодов, но поймите меня, невозможно спеть все, что написал. Вот если, например, написал, не знаю, три песни, то их, конечно, легко, раза по четыре в концерте исполнить, и все, а когда их намного больше, это тяжело. Так, 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 так. Диана Сергеевна, каково это, зная многих артистов с детства, вдруг встать с ними на одну сцену? Что вы испытывали, исполняя, например, с Тамарой Гверцетели свою песню? Кстати, а когда она будет? Не знаешь? Да, мы спели с Тамарой Гверцетели песню «Столица», я была безумно счастлива, и для меня этот проект уже сложился, потому что я очень ее уважаю, большим пиететом отношусь к ее голосу, к ее манере исполнения. Вообще, между прочим, я так завидую грузинам, это такая вот певческая нация, прекрасная. Вот, а я была счастлива, что мне удалось это сделать. Единственное, я никак не могу понять, когда Первый канал покажет эту песню, и вообще покажет ли он ее. Даже если не покажет, придем на какой-нибудь концерт и исполним еще раз. Диана, вы любите закрытые светские вечеринки? Если нет, то почему? Не, я не люблю. Мне нравится Нева, дышать можно было, а не гулять с этим коктейлем от стола к столу и трещать непонятно о чем. Это не для меня. Любимая ваша еда? Придерживаетесь ли вы здорового образа жизни? Насколько это возможно придерживаться, когда ты постоянно летаешь, постоянно недосыпаешь и постоянно меняешь, дислокацию. Любимая еда, что-нибудь очень быстрое, 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 но не тяжелое. Не тяжелое. Так, у нас остается 4 минуты, и отвечаю максимум еще на 15 вопросов. И очень быстро. Давайте, 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 давайте. Ой. Всего 2400. Так. Очень хорошо. Здравствуйте. Нет ли у вас желания вести какую-нибудь передачу на ТВ или создать свою собственную? Ну, почему бы и нет? М-м-м. Можно ли поинтересоваться, есть ли у вас временно просмотры фильмов? Если да, то какие вам ближе? Мне нравятся восточные режиссеры, как Токим Кедук, я не знаю, Корвай, хороший, вот Мои черничные ночи, неплохой очень фильм. Недавно я его посмотрела. Коины нравятся, безусловно. И вообще, я увлекаюсь сейчас кино очень плотно. Смотрите вы Поле чудес. Хотели ли вы поучаствовать в каких-нибудь денежных шоу? Нет, вот Поле чудес, как-то руки, точнее, глаза не доходят. Что касается участия в денежных шоу, ну, я как-то к этому равнодушна весьма. Денежные шоу. Вы долго учили песню по-испански? Спрашивает Ковалева Дарья Сергеевна, 19 лет, Москва, Одинцова. Да не, не особо долго, но сначала, конечно же, я все перевела для того, чтобы не бездумно ее петь, вообще понимать, что к чему. Ну и потом, языки мне всегда нравилось изучать. Любовь с первого взгляда, с вами такое происходит, в смысле, было ли у меня в жизни? Было, было, было. Так, сейчас, секундочку. Когда вам, значит, уважаемая Диана, когда вам надоедает музыка, как вы с этим боретесь? Ну, знаете что, если вам что-то надоедает, можно просто, там, не знаю, что касается музыки, можно выключить магнитофон, плеер или радио. Если вам не надоел телевизор, выключайте телевизор. Если вам надоел какой-то человек, переставайте с ним общаться. Не надо ничего делать, не надо делать того, что вам не нравится, все. Диана, как ты относишься к пане Брыльске после проекта «Две звезды»? Изумительная женщина, и она, конечно, практически единственная ставила оценки нам без, скажем, завышения, и очень строгой была. Мне нравится эта строгость. Ну что, последних пару вопросов, да? А на кого вы оставляете Робис Пьера, пока вас нет? Ну, я ж не одна живу, я ж не в лесу. Так, все, отвечаю на последний вопрос. Диана, здравствуйте. Считаете ли вы себя счастливым человеком? Безусловно, да. Я делаю то, что мне хочется, я делаю то, что мне хочется, пытаюсь делать хорошо. У меня прекрасные друзья, очень хорошая семья, и Бог подарил мне душу, которая поет так, что вам хочется плакать, и мне очень часто. Поэтому я очень благодарна судьбе и Господу за то, что сейчас у меня все это есть. Большое спасибо.